Вот сейчас понятно, вот сейчас прекрасно понятно, ну то есть они пока не отработаны, но в принципе это достижимая цель, короче, не то что цель, а ну задача допустим, как можно мы за... Это обязательно задача, но, как сказать, вот если вы не выходите на войну, вот с вами кто-то несколько столетий воюет, вас убивает, а вы не выходите на войну, вы даже не знаете, какими инструментами эта война происходит, то вы как бы обречены в этой войне проигрывать. Мы должны, мы должны... Это зависит как раз от чего мы начали, зависит от мировоззрения и каким плавным сторонам. Я поэтому начал с вопроса мировоззрения, хорошо? Понимание. Понимание процессов, это одно из самых важных. Если вы понимаете процессы, то вы, в принципе, заинтересованы вполне в конкретных вещах. Ну вот, к примеру, если бы немцы знали, кто им устроил геноцид, кто им прислал Гитлера. Если бы немцы понимали, что геноцид немецкого народа, вот то, что немцев с русскими столкнули в войне, что в этом повинны только британцы. Что именно они создали этого Гитлера, поставили в Германии, попривели его к власти. А они сейчас это понимают или не понимают? Сейчас это никто не понимает. Ну, может, понимают те люди, которые слышат нашу информацию в течение нескольких лет. Мы об этом рассказываем. Получается, источник информации достоверный, это только получается, вот круг ваш и кто им... Вот научные трибуналы, разумная цивилизация, это единственный источник достоверной информации на планете. Все остальное так или иначе идет с перекосом или с недопониманием. Просто это удивляет, на самом деле, что тогда, получается, государство тоже, получается, не понимает, что происходит в мире тогда, получается. Наши, ну, во все, получается. Вот заявления Министерства обороны это показывали. Мы приводили примеры. Я это видел, я это слышал. И, в принципе, вот как по этой методике, да, мы сказали, когда будет война заранее, да? И тогда... Это вообще, я смотрелось недавно, буквально, видео, и, в принципе, прогнозировать то, что будет. То, что, ну, это произошло. Вот. И если мы хоть как-то хотим сопротивляться, то кто-то с нашей стороны должен снять нормальный фильм. Написать определенное количество литературных произведений, объясняющих. Немцам. Кто такие британцы, что они сделали с немецким народом. Рассказывать иранцам, кто такие британцы, что они сделали с иранским народом. Рассказывать Кавказу, что они сделали с кавказскими народами британцы. Сколько кругов. Но мы должны создать эти произведения и наращивать средства информации. И кто-то с нашей стороны должен этим заниматься. Если мы не будем этим заниматься, то все. Мы проигрываем долгосрочные перерывы. Кто-то должен сказать евреям, кто устроил геноцид евреев фашистской Германии, кто является благополучателем. Что это все дело британцев. Они же на немцев обижают. Я задам вопрос, что идея, то есть, ну, можно сказать, мировоззрение. Я все ваши видео говорил про концепцию общения без инфрации. Тоже его все пересмотрел. И следующий, грубо говоря, такой вопрос. Про евреев опять же задаю вопрос. Типа, что евреев специально 40 лет гоняли для того, чтобы создать, грубо говоря, этот, ну, мировоззрение для того, чтобы человек потом с этим мировоззрением можно было качать. В принципе, вы это тоже, в принципе, как-то говорили об этом, что их потом, у них есть определенные мировоззрения, а потом их можно разводить как лохов. Я правильно понимаю? Ну, я там, где не являюсь свидетелем, я не могу судить. Там, где не просчитывается непосредственно по логическим цепочкам, я тоже пытаюсь не озвучить конкретные выводы. Но по той информации, которая неопровержима, это вот как раз гоплогруппа Р, которая вошла через левитов, еврейское сообщество. И это все говорит как раз о том, что потока формировавшего еврейства было два. Один был с гоплогруппой Р, это наша общая славянская гоплогруппа. Тот же... Это, получается, русский, грубо говоря, человек, то есть мнение российского, грубо говоря, так сказать. Понимаете, если в историческом плане смотреть, то... Ну, казаки, если я рассматриваю, это казачество, может быть. Может быть, сейчас просто трактовки в терминах другие. Но просто получается, что если по гоплогруппе, где гоплогруппа Р зашла, вообще, это и пуштуны афганцы, и везде-везде много по миру, это и кыргызы. Это, получается, что был один большой доминирующий народ, который, в принципе, в силовом плане доминировал над всеми государствами Старого Света. И везде оставил свою кровь по мужской линии. Женщин брали разные, поэтому разные языки. А по евреям ситуация такая. Я ее вижу через практическое простое применение. Ну вот, вам удобно собирать нехтар цветов? Вы же устанете, да? Я уже понял мысль дальше, я уже понял, какая я буду. Пусть это делают пчелы. Вам же неудобно собирать мед, отбирать мед у пчел. Пусть это делают пчеловоды. Вам же неудобно собирать деньги у пчеловодов. Вот это вот реальность. И если мы посмотрим на факты, с кем там делятся Цукерберги и прочие остальные товарищи финансовые, кто их дует, в какие фонды они передают деньги. Да и действительно, отдельно взятый, богатый человек. Даже не важно, какой он национальность, еврей там он или не еврей. Удержать свои богатства можно только какое-то количество времени. Если с ним работает спецслужба, она его размочит, как пряник, в течение короткого времени. Любую структуру, допустим, мы строим, мировую, допустим, я не знаю, организацию, допустим, я не знаю, компанию какую-то. То есть, в любом случае, кто-то придет и будет контролировать, я правильно понимаю? Либо есть инструменты, которые позволяют, допустим, создать такой инструмент, который не будет зависеть от государства, допустим, ну, внешних сил. Есть такая возможность? Я имею в виду управление, допустим, через, как сказать, инструктивную. Вы можете пыжиться, создавать там себе службы безопасности и так далее, так прочее. Но это вы проиграете, если вы будете конкурировать с нормальной спецслужбой, вы проиграете. Потому что у вас на уровне государства инструментов всегда будет меньше. Чем вы успеете служить? У нас над государством структуру мы можем создать, над государством. Допустим, мы создаем общество, которое вне государства, вне религии. Мы объединяемся по какой-то определенной другой причине, допустим, на основании знаний. То есть, мы развиваемся и, ну, на протяжении всей жизни. Это как определяющий элемент, возможно, такой же. Это одна из возможных версий развития. Дело в том, что разумный человек имеет прав больше, чем неразумный. Человек, доведенный до скотского состояния, не может иметь права наравне с разумным. Вот это вот вы поясните, пожалуйста. Хорошо, а как мы тогда будем выяснять эти права? Как это в жизни происходит? Вы разумный человек и неразумный, допустим, человек? Как мы убиваем или что? Как мы правы? Нет, это все наши люди. Зачем убивать своих? Ну, я понимаю. Я просто хочу понимать. Ну, и, допустим, я понимаю, человек, допустим, относится либо туда, либо туда. Вот, человек, когда растет, он же не родился разумным сразу. Однозначно. Он там начинает в этом мире становиться. Он может стать разумным, он может стать неразумным. Это зависит от способа подачи информации, на который вы посадите. И от достоверности знаний. Вот способ подачи информации, если он лишен возможности принимать решение, приобретать какой-то опыт, если он только завязан на доверие к источнику информации, он не сможет мыслить. Он просто запомнит, на стоп не лезь, потому что убьет, мухомор не есть, потому что убьет. Он считает биологическую систему, почему он не может воспринять? У него вообще есть возможность для того, чтобы потом воспринять? Или нету такой? Или он лишен вообще? Вы делаете то, что вы делаете. Если вас лишили возможности делать что-то другое, вы уже этого не делаете. Если вы находитесь в помещении с 17-ю скачущими сверстниками, и без особого занятия, если вы делите это пространство, вы не сможете сосредоточиться, о чем-то подумать. Вы будете заниматься простым выяснением. Вы не сможете починить телевизор в спортзале, в котором делят стадо баранов. Однозначно. Вот. И это формируется жизнь таким образом. У вас на самом деле в ежедневном режиме очень мало времени для того, чтобы заняться своей мыслительной деятельностью. Вы лишены этой возможности, потому что у вас перехвачено... Я не мешаю. А? На себе и на других. Возможность перехвачена потребностями ежедневными. Поддержание жизни, зарабатывание копеечек и так далее, и так прочее. И подумать у вас нет времени. Кстати, у евреев как раз эта тема хорошая. Субботу не работать. Это единственный день, когда он может подумать, помыслить. О чем-то вспомнить, сосредоточиться. Это его натолкнет на какой-то вывод. А если вы себя лишили возможности оставить голову на несколько часов светлой, чтобы она там перезагрузилась, о чем-то подумать, вы так и будете как белка круститься в этом колесе, и это ограничит ваше развитие в чем-то. Это вот как одна из частей системы. Понятно, все понятно. Вот у меня такой вопрос тоже. Я когда благодарю вам, выражу благодарность за то, что вы подрели мне закон о логике, потому что в школе мне, естественно, никто их не давал, хотя я инженер-математик по образованию, то, что вы сказали, ну, топологию я вообще не мог понять. Когда был в Тихноре, у меня там был отличный прекрасный диплом, потому что все было понятно, все это собирал с ним и все такое. Как только я пришел в институт, ну все. Я не понимаю, что там происходит. Это украденное время. Обворовали. Обворовали, украли время на дезинформацию. Пять лет я поплатил для того, чтобы просто получить диплом, хотя он мне вообще не нужен, по сути. Вопрос, извините, что я перешел. А так вот, что я хотел бы сказать. Вот хорошо, когда человек начинает понимать закон о логике, то есть, допустим, он начинает понимать первое, что закон о логике есть, и там уже, как тогда действует дальше? То есть у нас есть информация, и мы начинаем ее применять. Как дальше выстраивать структуру ментальную, то есть в голове? А от чего отталкиваться? Какой взять, грубо говоря, стартовую позицию? Допустим, я для себя в данный момент, у меня есть, ну, от пространства отталкиваюсь. А есть ли другие какие-то варианты, или как дальше? Вообще, ну, про смысл того, что происходит. Мы берем сейчас просто среднестатистического человека, вообще просто берем ребенка, который пришел в этот мир, и который начал складывать в голову информацию. Так вот, ребенок может получать вот эти потоки недостоверной информации, в которые он будет пустаться, либо он получит из какого-то проверенного источника сразу необходимый объем информации, совершенно достоверный об окружающем мире, и один раз это усвоит. И будет знать, что все остальное... Вот сейчас мы создаем этот фильм. Ребята наши работают над разумной энциклопедией. Вот, они и формируют. И мы пытаемся все-таки создать инструменты, чтобы мы могли финансировать вот такие вот благие проекты. И создать вот этот поток информации достоверный, и дать возможность сэкономить время вот как раз каждому подрастающему человеку на процессе получения образования. Сейчас получается, что... Это бесценно, это бесценно на самом деле. Что ресурсов человеческого недостаточно для того, чтобы усвоить среди этого мутного потока самостоятельно выловить вот эту достоверную информацию. Когда я в свое время на начальном уровне развития этим занимался, мне приходилось скрупиться, вылавливать достоверные информации и все сортировать по полкам. Подтвержденное, неподтвержденное. Я просто с детства понимал... Как вы это делали? Как вы это... Я, в принципе, сейчас сам нахожусь на этом этапе. Мне просто... Вы по какому... Только через логику? Я правильно понимаю? Только через логику. Но я тогда еще не понимал логики. Но не знал о существовании законов логики. Они у меня как-то были на интуитивном уровне. Понятно? Ну, даже не на интуитивном. На уровне каких-то мыслительных связок они у меня были, но они не были сформированы в совестный ряд. Я понимал, что это да, это нет. Я понимал, что люди врут, где-то ошибаются. Я понимал в четвертом классе, что учебник общества... В пятом классе, что учебник общества ведения содержит ошибки. Мы рубились и спорили с преподавателем на эту тему. Потому что... Ну, недостоверное. И, в принципе, в ряде случаев удавалось ему объяснить, что вот здесь контент недостоверный. А те... Это же были еще прокоммунистические времена. И ты понимаешь, что ты живешь в эпоху лжи, что это все... Вот лютый бред. Ну, это прекрасно, что вообще пришло понимание. Вот мне только сейчас, с помощью ваших грубых видео, я всех, я раз, наверное, на десять еще пересмотрел и благодарен за это. У меня только сейчас начинает, значит, ну, грубо говоря, формироваться определенно какое-то другое, не то, что другое, мировоззрение, которое относится к реальности. И это прекрасно, на самом деле. И продолжу все. Вопрос следующий. Когда мы можем изъяснить, что логику, когда мы начинаем принимать, у нас начинается, то есть, значение слов, это важно. То есть, если мы берем от представителя значение слов, то есть, у нас в голове изначально человек, когда, допустим, маленьким, просто накидывается, допустим, очень много словесных, грубых ослов. Потом, когда он, допустим, понимает логику, то есть, дальше ему надо с чего начать. Иметь не одно значение, значит, иметь не одно значение. Если не имеет слово значение, значит, потерянь, так далее. Мы начнем. Соответственно, с какого слова вообще тогда все начинать? Вообще, как выстраивать мирозвение в своем голове? Как правильно вообще думать тогда? Для того, чтобы связно мыслить, вам необходимо иметь язык, на котором вы будете мыслить, и иметь термины и их определение. Вы должны понимать, какое слово, что обозначает. И эти термины должны быть корректно сформулированы и не быть противоречивыми. Они должны вот прям согласно правилам задания дефиниции отвечать на вопрос, что это и не более того. Тогда у вас есть база для мышления. Тогда вы можете просто протестировать всю картину мира, понять, что про эти объекты во вселенной человеку известно и отсортировать, что из этой информации является достоверным, что не является достоверным. и у вас получится базовая картинка. Как быть это за синонимом? Ну, просто понимать, что вот эти товарищи есть, есть синонимы, и к этому так и относиться. Получается не только достоверный романс, а только получается наука, тогда получается? А другого достоверного источника нет. То есть философия, то есть получается все, что человек говорит, допустим, не значит, это бред получается, что-то получается. То, что люди бормочат, естественно, часть из этого является, мы это рассказывали в фильме «Научный метод», часть из того, что бормочат люди является достоверной информацией, часть не является достоверной информацией. «Я просто не понимаю, когда с человеком как разговаривать, он, получается, я ему одно говорю, мы не понимаем, вот вообще, у нас разный мир, вообще разный, он слова одни, говорите, одни и те же слова, ну, понятная, короче, вся эта ситуация». «По этой причине мы когда-то сделали очень короткий ролик, пяти минуты, мировоззрение образованной дуры, как дура себе представляет окружающий мир». «Я, кстати, смотрю, там, 9 минут, по-моему, где-то мировоззрение. Ну, немножко-то». «Ну, да, вот, кстати, то, что вы там рассказали, вот это все было в моей голове, я про радую, потому что у меня, я, вот мне все это накидали в голову, действительно, но я, конечно, это не понимал, мне получалось, ну, короче, я не мог понять, я не понимаю, короче, я не... «На том этапе...» «На том этапе...» «На том этапе было возмущение от этого ролика мировоззрение образовывал». «Нет, нет, я был только согласен, я просто, я обалдел от того, что я же, когда закончил, получается, межнер-математик, а там, получается, «Топология». Я с техноя пришел и говорю, я обалдел, я не могу понять, понимаете, я не могу понять. Вот для того, чтобы, вот, допустим, я в технояре учился, мне, например, «Давайте, рассказал все то, 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 мне не надо домашнее задание делать, я просто беру, я просто пользую». «Все, потом прихожу, я все рассказал, я могу сделать что-то, я могу…» «А там я изначально не могу понять, вообще даже, ну, просто не могу понять. И у меня сформировался комплекс какой-то неполноценности, типа, «Блин, я не понимаю, все, типа, понимает, короче…» «И сейчас я понимаю, что это антический комплекс, который он не нужен, короче, да?» «Невозможно понять то, что понять невозможно, то, в чем нет смысла, то, что не связано, то, что построено вне рамок логики, невозможно понять, бред он непонимаем, люди не смогли сосредоточиться и накорябали чушь. «Все…» «Это нельзя делать, это нельзя, это нельзя, это нельзя делать, это плохо, это очень сильно плохо». «Да?» «Извините за эмоции». «Да, все правильно. Следующий вопрос…» «Да?» «Все правильно…» «Следующий вопрос…» «Философский…» «Вот, значит, хорошо…» «Наше мировоззрение должно…» «Начинаться, я как понимаю, с философии…» «Вот…» «Философия – это как раз, грубо говоря, наука, которая определяет все науки существующей в мире. Из этого хотел бы задать, а есть ли сейчас такие вопросы, которых философия не ответила, допустим, и как, допустим, философия вообще формируется, как мне вообще начать опыт познавания, с чего начать, то есть от философии я буду отталкиваться, то есть есть науки, и как мне правильно дальше свое внимание определить на какие определенные вещи, для того, чтобы я мог познавать этот мир как-то?» «Применительно философию – это на уровне идеи, все, что вы сказали. А на уровне практики все гораздо печальнее. У нас философия уничтожена. Вот в русскоязычном сегменте она уничтожена на уровне марксизма и растоптана, грубо говоря, она превращена в историю философии, и туда накиданы просто всякие балбесы, геги, или там вот эта вот чушь нелогичная. То есть нет возможности открыть чистый и корректный учебник философии и насладиться знанием. Этого нет. В этом проблема.